пачки маловатые доллары шуршат приятно выглядят и ну не жарко я их поздравляю с одной стороны стыдно не зарабатывать они зарабатывают понимаете да выражение игру слов а другой стороны мне принципе плевать я узнал что модно в этом сезоне а почему вы сегодня один выйти голым на красную дорожку пятюня ты красава что интересного будет на этом фестивале вот какая-то изюминка будет секретик ты меня бесит всем привет это программа что узнал алла и сегодня я приехала на 5 международный фестиваль жара который в этом году состоялся в москве на пресс-воле будет жарко это я вам обещаю сегодня прям дорого богат почему такой выбор крутил эти бакси это моя родная сестра она же мой стилист вот она делала их по моему два дня я решила сегодня выгулять эту прекрасную накидку она у меня уже была в клипе пьяную домой я решил что сегодня чудо чудо для того чтобы выгулять ее потому что жарко мех не наденешь во всеми хах тут иногда ты прям собралась вот так вот если дуть шуршит до доллары шуршат приятно выглядит и но не жарко сколько здесь долларов какая с они не настоящие это скажу честно я к деньгам отношусь очень с любовью и с трепетом я бы их так не повесил на себя я не знаю но это фальшивые деньги просто до вида где хранишь большие суммы в банке а если не в банке дома вот где хранить есть такое место какое-нибудь под подушкой слушай но раньше было там где-то над шкафчиком но потом я подумала что это плохая идея она что копила вот было такое например где конечно я копила на квартиру купила на машину а потом как-то вот это же когда ты стал зарабатывать и петь а когда маленько я стала копить на квартиру с 11 класса на что накопил у меня один вопрос я вас видела на нашей премии music box gold и задала вопрос про самую дорогую вещь этот ролик попал тик токе набрал 3 миллиона а сегодня мне хочется у вас спросить какая самая дешевая на вас есть сегодня ну вот эти колечки от луи виттон сам дешевая да они сто двадцать тысяч стоят я поняла самые дешевые я надеюсь что этот ролик залетит на пять с миллионом вот на этот пачки маловаты ну ладно ну ладно а мог бы быть подарок но будущей жизни ладно договорились а почему вы сегодня один без давы а я сегодня а почему я должен быть всегда с давой в премию мус тв вы были с давой все ожидали что вы сегодня вдвоем придете я всегда делаю то что люди не ожидают сейчас идет мод мне очень интересно узнать что он думал когда собирал сегодняшний лук ну я я ничего не могу сказать пусть он ответит привет привет ребята и первое что я хотела у тебя именно мод спросить или за ипотеку за взятки серьезно миллионы до от просто за миллионы я об этом не буду вас спрашивать что вот первое ты думал когда сегодня собирался на жару тридцать четыре градус какой кайф почему курточка я думал почему серьезно все наши полотенца вафельные с кухни а они пошли нам классно нам жарко нам классно я люблю жару у вас любовь как спасаетесь вообще от жара есть какой-то лайфхак спрашивали то дело то что спасаться не приходится поэтому лайфхака нету единственное кому сейчас не жарко я рос в краснодаре на кубани там 40 градусов когда ты идешь переходишь дорогу и у тебя шлепки прилипают к плавающемуся асфальту да но у меня было такое что начинаешь переходить дорогу в шлепках заканчиваешь без шлепок шлепки остаются в асфальте это нормально поэтому в принципе для меня это естественная среда я рада тебя видеть как дела круто я тоже здесь много людей а почему ты сегодня на спорте я думала ты как бы в другом нарядике платьишко там все дела я сегодня после тренировки и решил не переодеваться и идти вот так слушай да не совсем не недавно видела в тик токе видео где ты был на дубровке это рынок такой кто не знает ага да а что ты там делал или садовод подожди снимали там ролик на youtube скоро выйдет крутой ролик на ютубе где я вот ходил по рынку что ты там делал я узнал что модно в этом сезоне прям на этом рынке да что же модно открою секрет куча оригинальных вещей во первых каких там то есть скажи на муставе образ был оттуда нет нет не оттуда откуда кто создавал кто был стиль сашель девочка сашель я тебя люблю если ты видишь знаешь что я тебя люблю ты знаешь что я тебя люблю это очень крутая стилистка но она получила много хейта как и ты неважно я считаю что это круто это весело и ну если честно меня не было но мне твой наряд очень понравился я смотрела сторис пятюня ты красава ты очень часто в сторис делаешь такие фотки но между нами не очень такие симпатичные кривляешься постоянно почему вот без фильтрика без масочки ну как все вот артисты звезд да как то не знаю как то мне хочется ну ты не обижайся только я тебе вот правду говорю я даже заскринила прям твои фоточки да ну вот почему вот такие фотографии ну вот кому они могут нравиться как будто бы я не хочу чтобы они нравились вот чтобы они не нравились то есть не люблю нравиться всем когда ты нравишься всем скучно у тебя вызов такой никакого вызова нет просто я стараюсь не стараюсь не быть в комфорте вот так чтобы выйти из зоны комфорта и нет не конечно я не хочу жесткого хейта чтобы меня там все там обсирали что что то я не буду делать то то что реально зашквар вот так а вот что для тебя зашквар вот прям совсем дно выйти голым на красную дорожку это прям уже вот вот все перебор этого не будет не будет а когда все и я через 20 лет голенький такой с листиком все я полетел давай беги беги спасибо тебе огромное обожаю на жаре действительно жарко я сейчас веду прямой эфир поэтому вы можете подписываться на мой инстаграм для того чтобы быть в курсе всех самых модных событий и сами можете прям сейчас в прямом эфире посмотреть концерт освещаю николай басков в потрясающе ярко красном костюме ему может позавидовать только филипп киркоров который пришел сегодня в тиктокинском стиле полный зал вот можете посмотреть здесь сидят звезды здесь люди которые купили билеты соблюдается все антиковидные меры все предосторожности скажу честно все в масках не я потому что мне было бы тяжело вам вещать тяжело дышать маски нет в этой нет можно открыть вот здесь открывается я специально так делал чтобы не открывалась такая модная именно мы вас поздравляем пятый международный фестиваль в москве наконец-таки состоялся расскажите как вам удалось все-таки обойти ограничения и провести столь масштабное и непростое мероприятие ну мы ограничения не обходили поскольку до сегодняшнего дня в московской области мероприятие можно проводить до полутора тысяч человек что мы и делаем сегодня сегодня же вышло постановление о том что будут новые изменения соответственно завтра мы будем корректировать количество людей для того чтобы соответствовать всем мерам предосторожности завтра будет гораздо меньше да да а я видела что ночью здесь происходила дезинфекция пустого помещения для чего ну мы ночью орошали весь зал все фуэ протирали все поверхности которым люди могут прикасаться для того чтобы уменьшить риск заражения на случай если кто-то придет с ковидом но помимо этого все в основном помимо того что вот я сейчас даю интервью носят маски персонал здесь в масках ну соответственно мы стараемся максимально придерживаться всех мер фестиваль готовили год к сожалению многие на него не падут о чем я искренне сожалею но мы вынуждены идти как бы в ногу с законом а что интересного будет на этом фестивале вот какая-то изюминка будет секретика ну я вообще считаю что 250 артистов на одной сцене в течение пяти дней это уже очень интересно это единственный фестиваль такого масштаба где выступает такое количество артистов с такими интересными коллаборациями то есть например вечер Дима Маликова его песни поют молодые артисты то есть в новом прочтении Олег Газманов Игорь Николаев все то же самое и я думаю что нас ждет действительно очень увлекательное и интересное музыкальное путешествие а для тех кто на него не попадет увидят это все в эфире первого канала спасибо вам огромное спасибо вам скажите как спасаетесь от жары она 34 градуса сейчас в Москве сегодня все задают это один вопрос пью крепкий чай кондиционер и вообще лучше дома сидеть в жару никуда не выходить но сегодня не удастся потому что жара на улице жара здесь у нас в Крокус Сити Холл и жара будет сегодня на сцене я исполню три песни свою новую песню раздетая раздетая но прям как вот под жару да раздетая наполовину а также спою зеркала песню в сольном версии которую пою с Григорием Лепсом кстати он тут недавно а почему вы сегодня решили одной решила брать Лепса Григория Викторовна почему предложили так организаторы и мне кажется это какое-то новое прочтение потому что дуэт все уже знакомы да и все его слышали а вот я перепела по-своему спасибо огромное будем наблюдать ну расскажите вам жарк сегодня нет нормально серьезно я южный горячий человек мне в порядке то есть вы от жары не спасаетесь вас в 34 градуса в Москве все устраивает абсолютно я хотела вас спросить как вы относитесь к тому что сейчас артисты в принципе молодые исполнители тиктокеры примеряют на себя не совсем ну так скажем в прессе считают достойные образы например мужчина в женском платье вот вы как к этому веянию новой моды относитесь плохо ну а почему плохо а что же здесь хорошего ну они считают что это модно что это прикольно они считают я считаю по-другому у каждого свое мнение ну а чтобы вы поправили чтобы вы посоветовали подрастающему поколению как нужно приходить на мероприятие чтобы не зарабатывать хейт они зарабатывают деньги и лайки я их поздравляю с одной стороны стыдно не зарабатывать а не зарабатывать понимаете да выражение игру слов а с другой стороны мне в принципе плевать что они с собой делают у меня есть на это свои как бы взгляды советовать я им ничего не буду что их жизнь это их жизнь их поведение это их поведение рано или поздно все равно изменится а почему раньше себе артисты такого не позволяли наверное была какая-нибудь другая составляющая жизненная позиция была другая была все таки цензура был советский союз и все это считалось это могли там посадить осудить что за это могли сделать исключить из творческого коллектива я не очень хорошо знаю уголовный кодекс поэтому как бы это не ко мне вопрос что там могли сделать наверное есть люди постарше меня они наверное помнят такие моменты к тому времени когда я вырос из ресторана до большой сцены уже таких проблем не было вот эти вот все интернет проекты интернет скандалы это же не ко мне я знаю вас и нет в тик токе а зачем я уже поняла никак егор крит я знаю когда увидел наше видео где я спрашивала вас про тик ток он так обрадовался но если я увижу я его разочарую что вас там не будет никогда я не знаю может и будет под каким-нибудь соусом с каким-нибудь интересным произведением все опирается на музыкальную составляющую в моем случае если есть хорошее произведение и хорошо сделанное почему бы и нет а сейчас хочу спросить у Натана кое-что интересненькое я сегодня смотрела его инстаграм ребята идите ко мне и Натан значит опубликовал такую историю я в депрессии это не шутка и я думала я тебя сегодня здесь не увижу но почему ты пришел я в депрессии это не шутка это действительно почему потому что последний матч сборной России против Дании меня поверг в шок и все таки меня немножко окунул в депрессию но я быстренько исправился вчера в ближайшем баре я поднял себе настроение поднял градус да я решила сегодня не спрашивать ни у кого про одежду но у тебя не могу почему фейк а потому что тут а нот фейк это такая задумка стилиста слушай Юркис расскажи пожалуйста как спасаешься от жары аномальное в Москве нереально реально вот никак а что тут один остается способ принять кого-то охлаждает любовь даже не греет кто-то водичку пьет ты вообще как ну наверное водичка холодная вот единственный выход потому что по-другому никак Ваня приветули Алла как ты вообще я жарко Вань скажи да вот мне сказал что греет любовь и вообще не жарко ты как вообще себя чувствуешь еще греет еще что-то греет еще что-то а у нас есть скоро трек серьезно какой да короче крутой ну у тебя все треки крутые слушай я тебя хочу спросить где ты собираешься этим летом отдыхать я надеюсь не на работе только вот есть какой-то у тебя выбор у нас просто типа будет будут сейчас гастроли большие гастроли дай бог их не отменят в Питере мы уже были где еще Питер, Сочи, Екатеринбург за границу полетим куда по-моему во Францию и в Монако должны мне когда сильно жарко у меня нервы я просто сразу выбрасываю негатив чтобы еще сильнее он меня не выбрасывает негатив как ты его выбрасываешь мне жарко я выбрасываю негатив ну вот ты меня бесишь вот так вот знаешь какая у меня новость я буквально вчера отправила твоего ежа да ладно серьезно как она там в Ташкент твой еж полетел с Узбекистан долетел хоть ну вот уже вчера в пути вчера еще и до сих пор до сих пор в пути вчера отправила но уже в пути на автобусы ходят Ты знаешь, говорят, через неделю долетят. Передай привет этому счастливчику, потому что реально она девочка. Девчоночка, привет. Я обязательно узнаю твое имя. И еще раз я передам привет на следующем моем появлении. Хотели все узнать, что у тебя на заставке в телефоне? Какая картинка стоит? Может, любимая девушка? Нет, смотри. Давай покажем на камеру, подойдем поближе. Что это такое? Это трэшер. Мне просто очень нравятся бабочки и фиолетовый рисунок. А по поводу фирмы, это не моя любимая фирма. Если бы здесь была моя любимая фирма, было бы написано Rip and Deep. Поняла. А в следующий раз разыграем твой телефон. Давай. Это был самый жаркий репортаж. Подписывайтесь и ставьте лайк.